Пару дней назад наша замечательная фристаллистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира по лыжной кроватики. Слава Богу, хоть одна обдушина. Да. Чуть раньше прошел чемпионат Европы, блестящий прошел чемпионат Европы в Минске. Пусть он не принес нам дивидендов спортивных, пока никто не завоевал медали, но зато все страны Европы обратили внимание на нашу замечательную Беларусь. Впереди европейские игры и целый ряд других спортивных форм. Ставка на спорт очевидна, это никого не новость, а приносит ли она сразмерные дивиденды? Она не сразмерные дивиденды приносит, она чрезмерные дивиденды приносит. Но я уже не хочу считать, кто приедет, уедет. Естественно, это все окупается. Но то, что нельзя оценить, это вот вы сами только что сказали. Люди приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули. Это зимой. А я думаю, приехали бы они к нам в мае месяц, посмотрели на наш Минск, на нашу природу, на красавицу. Ну, конечно, приедут. А это дорогого стоит. За это, за имидж страны, за пиар вот этот настоящий страны сейчас платят сотни миллионов долларов. Поэтому вот это оценить нельзя. Дело не в этих копейках, которые мы затратим, и кто-то вернет, кто-то не вернет. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были, особенно в европейские игры. Но почему-то вы не говорите о том, что у нас состоится легкоатлетический матч. Я мечтал об этом. Я просил руководителя Международной Федерации легкой атлетики, привезите нам матч Европа-США. Вы представляете, какой это будет праздник? Это не ниже уровня, чем европейские игры. Поэтому то, что к нам едут люди, то, что они уезжают сюда с хорошим настроением, то, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами. Мы уже посмотрели с вами мир. А вот для наших детей и внуков это большой фундамент. Пусть только они этим воспользуются. Поэтому не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей.